Так что меньше, чем через два месяца, любой, кто находится на этом медвежьем рынке уже три года и четыре месяца, проснётся и внезапно осознает, что всего лишь на протяжении 58 дней его инвестиции просто взорвутся в цене. Всем привет, ребята, меня зовут Богатейший Ди. Все мы с вами ждём невероятного буллрана, то есть большого роста на рынке. Кто-то зашёл в рынок ещё в 2017 году на его исторических вершинах и теперь почти три года терпит боль и страдания, а кто-то присоединился к криптобезумию совсем недавно. Однако мало кто из вас задумывается, что длительный падающий рынок давно слепил из вашей психологии некое существо, совершенно не готовое к сумасшедшему росту активов. И именно поэтому есть большая вероятность, что вы можете потерять свои деньги даже на растущем рынке, на так называемом булране. И именно поэтому мне очень понравилось то видео, которое я хочу вам показать сегодня. Я очень рекомендую его внимательно послушать. Именно послушать. Это может помочь вам в будущем. Ну и про Ripple тоже речь пойдёт. И хотя автор этого канала полностью посвятил свои видео именно Ripple, я всё же выделяю из этого его ролика то, как он готовит своих слушателей к большому росту на рынке криптовалют, который рано или поздно будет. По крайней мере так считают криптоэнтузиасты. Также попрошу вас поставить лайк этому видео, это помогает каналу расти. А вы даже не представляете, какая это дикая мотивация делать ролики каждый день, когда на твой канал подписывается 400 человек в сутки. Большое вам за это спасибо. Как долго, по вашему мнению, длится медвежий рынок для XRP? И как долго, по вашему мнению, длится бычий рынок XRP? Просто быстро подумайте об этом и напишите в комментариях свои цифры, прежде чем я скажу вам ответ. Как долго длится бычий и медвежий рынок для XRP? 2020 год это год биткоин-халвинга, так что мы все с волнением ожидаем чего-то нового на рынке криптовалют в 2020 году. Но в этом видео мы поговорим о буллранах, потому что в 2020 году у нас есть много чего, чего стоит ожидать с нетерпением. И эй, мы собираемся выбраться из этого медвежьего рынка в этом году. Так что давайте посмотрим на эти буллраны и мысленно подготовимся к тому, что не все-таки бывает. Ведь мы застряли в ловушке этого медвежьего рынка, который длится так долго, что у нас нет психологической подготовки для бычьего рынка. Да, настолько долго длится этот медвежий рынок. И прямо сейчас, прежде чем вы начнете копаться в этом графике, смотреть на него и выяснять его математику или что-то в этом роде, ответьте мне на вопрос, как долго по-вашему длится медвежий рынок для XRP? Так же долго, как и бычий? Просто подумайте об этом, а я отвечу. Если вы думали, что они длятся одинаковое количество времени, то вы очень ошибаетесь. Медвежьи рынки длятся значительно дольше бычьих. Давайте же посмотрим на сколько. Вот медвежий рынок с 2013 по 2017 год, который стартовал в декабре 2013 и продолжался вплоть до марта 2017. А после следует этот взрывной рост. Посмотрите на это. Вау! Это на самом деле 40-месячный медвежий рынок. 40 полных месяцев, или 3 года и 4 месяца. А далее последовал всего лишь 58-дневный бычий рынок. Это всего 2 месяца. Так что меньше, чем через 2 месяца, любой, кто находится на этом медвежьем рынке уже 3 года и 4 месяца, проснется и внезапно осознает, что всего лишь на протяжении 58 дней его инвестиции просто взорвутся в цене. Если мы повторим тот же тип роста прямо сейчас с XRP, то в итоге к марту у нас будет XRP за 13 долларов. Да, вы правильно услышали. К марту. 13 долларов. Но что бы вы сделали, если бы это случилось? Что, если бы XRP начал расти с такой скоростью и с таким импульсом? Был бы у вас план, который вы приготовили заранее? Я точно знаю, что сделал бы я. Кто давно смотрит мой канал, тот знает, что у меня всегда есть план. Я могу обещать вам, что то, насколько быстро XRP движется к этим целям и с какой скоростью он их достигает, не имеет никакого значения. Я буду следовать своему плану до победного. Для меня даже не будет иметь значения, если XRP вырастет от 20 центов до 200 долларов за один день. Просто не имеет значения. Я все равно буду следовать своему плану, чтобы достичь своих целей. Поэтому я просто рекомендую вам, ребята, сделать то же самое. Подготовьте свой план. Потому что когда бычий рынок случается, рынок становится просто сумасшедшим. На растущем рынке происходит много вещей, которых вы даже не ожидали бы увидеть. Ваши эмоции могут затмить ваш разум, если у вас нет плана, которому вы следуете. Если вас легко обвести вокруг пальца, лишить ваших инвестиций или поменять ваши решения, так как ваш план не был четким, вы можете получить довольно серьезные потери даже на бычьем рынке. Существует множество способов, как вы теряете деньги на бычьем рынке. Вы увидите, что сначала другие монеты взлетают. Подумайте о том, сколько существует криптовалют. Нет никаких гарантий того, что именно XRP станет первым, кто начнет бешено расти. Это может быть любая другая криптовалюта. К тому же вы сможете увидеть свою любимую звезду в Твиттере или на Ютубе, которая начнет говорить об этой криптовалюте, насколько она хороша. Лишь потому, что эти звезды на самом деле владеют ею. Скорее всего, они закупились на дне, а потом, когда эта крипта начала расти, эти криптозвезды начинают убеждать вас, чтобы вы закупились на хаях. Поэтому вы продаете часть своих других криптовалют, которые еще не выросли, чтобы купить эту крипту, которая уже выросла. Затем ваша новая инвестиция, купленная на вершинах, вдруг начинает падать, а криптовалюта, которую вы продали ради этого, начинает расти. Вы пытаетесь вернуться обратно и снова закупаетесь на вершинах. Вот это и называется потерять деньги на бычьем рынке. И это постоянно происходит на бычьих рынках. Так что вам нужно заранее продумать действительно хороший план, чтобы вас не постигла такая же судьба. Также вам нужно помнить, что когда происходит бычий рынок, это происходит по-настоящему сумасшедшим образом. Такой рынок скоростной и питается вашим синдромом упущенной выгоды. Когда вы видите, что у вас есть одна инвестиция, а кто-то другой владеет другой инвестицией, и этот другой человек заработал 2000%, а вы нет, то что это вызывает внутри вас? Что в этот момент происходит с вами? Вы должны быть готовы к этому прямо сегодня, чтобы потом психологически устоять. Эй, ведь мы знаем, что XRP может стать лидером этого бычьего рынка. Конечно, но никто точно не знает. И я хочу, чтобы вы знали, что это может произойти. Я расскажу об этом подробнее в другом видео, но сейчас я просто хочу, чтобы вы строили свой собственный план инвестиций. Однако, возможно, еще одна ситуация. Когда люди, посмотревшие это видео, во время следующего мега-взрыва рынка вспомнят о нем и скажут, «Эй, это не может продолжаться бесконечно, нужно быть осторожнее». И продадут свои активы слишком рано. Это еще один способ, которым вы можете навредить своему портфелю, который вы продадите слишком рано, а рынок просто продолжит расти. Он просто продолжает расти, и вы будете думать про себя, «О боже, я выдержал двухлетний медвежий рынок, и теперь каждый день он растет на 50%, а я, блин, вышел из него». Чтобы такого не произошло со мной, я уже установил все свои ценовые цели, а также план процентных продаж своих XRP на каждой определенной мной цели. Не имеет значения, если цена продолжает расти выше этих целей, потому что большая часть моего рипла все еще будет на рынке. Я просто достигну определенных жизненных целей в тот момент, когда цена достигнет ожидаемых мною отметок. Потому что мы не знаем, какая из ценовых целей отработает, какая станет точкой разворота. Но если мы зафиксируем немного прибыли хотя бы на некоторых из них, то все будет хорошо. Многие люди спрашивают меня, какие сайты я использую для своего анализа. Я использую cointrader.pro, чтобы выполнять большую часть своего долгосрочного анализа, потому что на этом сайте есть вся историческая информация графика. Но когда я смотрю на более короткий период времени и просто оцениваю краткосрочную информацию, то я использую tradingview, потому что он обновляет информацию с бирж каждую секунду. Это важно для меня, когда я провожу более тщательный анализ. Я понимаю, что это звучит как реклама, так что позвольте мне сказать вам, что я не спонсируюсь ни tradingview, ни cointrader. Я просто говорю вам, ребята, что мне нравится использовать эти ресурсы. И да, они оба бесплатные. Давайте посмотрим немного назад. Вот этот период, который мы рассматривали в начале видео. Давайте просто возьмем этот график и добавим его сюда, и посмотрим, что получится. Сейчас здесь нет ничего необычного. Все выглядит примерно так, как мы ожидаем это увидеть. Посмотрите, тогда на графике цена пошла вниз, нашла там свой минимум и потом отросла вверх. Но на сегодняшнем графике такого не случилось, а значит, вероятно, низы тестировать мы больше не будем. Если мы приблизим получившийся график на весь экран, то увидим, что выглядит это совершенно не так безумно, как казалось на первый взгляд. Теперь это выглядит как постепенный рост на протяжении двух месяцев, что закончится в середине марта. А вот на такой картине это выглядит просто сумасшествием. Однако на самом деле это будет просто поэтапный рост, что было бы здорово, который приведет нас к 16 марта, если мы будем следовать той же структуре, как и в прошлом. Что касается тайминга, ребята, я на самом деле не очень люблю предсказывать временные отметки, потому что их очень трудно предсказать. Но я уверен, что вы, ребята, все это знаете, что вы следите за многими блогерами в Твиттере, на Ютубе, которые постоянно предсказывают временные цели. Но время почти невозможно предсказать, поэтому мне не очень нравится делать это. Если я предсказываю время, то я могу сказать вам прямо сейчас, что есть вероятность в 90-95%, что я ошибусь. Никто не может предсказать время абсолютно точно. Но тем не менее, я люблю сопоставлять актуальные графики с похожими ситуациями, сравнивать их и предполагать приблизительные временные отрезки. Так можно предположительно увидеть то, что произойдет в будущем, основываясь на прошлом. Но это также никогда не является гарантией. Однако, если верить этому, то очевидно, что Ripple XRP проходит свое дно прямо перед новым безумным ростом. Я думаю, что что-то очень интересное намечается очень скоро. И будет действительно классно посмотреть, что произойдет на самом деле. Ребята, очень важно иметь план. Вот главная идея этого видео. И я уверен, у вас возник вопрос, о каком плане вообще идет речь? Какой план у этого блогера? У меня есть видео о его плане выхода из XRP. И я, наверное, прямо сейчас его вставлю. Если вы его видели, можете выключать это видео. А если нет, продолжайте смотреть. Всем привет, это свежий анализ цены XRP. Это будет обзор на различные ценовые уровни, которые являются целями следующего буллрана. Сейчас мы находимся в 693 дне медвежьего рынка альткоинов. И сейчас вы скажете, «О мой бог, снова очередной прогноз цены, надежды и оптимизма». И вы окажетесь правы. Именно так и есть. Мы настолько глубоко в медвежьем рынке, что очень легко потерять понимание того, куда мы двигаемся. Потому что такое ощущение, будто падение никогда уже не закончится. И я уверенно заявляю, люди и вот здесь чувствовали то же самое. Особенно, когда курсы продолжали падать и падать. И знаете что? Посмотрите, как высоко мы находимся теперь, даже во времена медвежьего рынка. Возможно, ценовые движения немного отличаются. Но посмотрите на тайминг, как он идеально совпадает. И скоро придет время, когда люди скажут, «О, тебе так сильно повезло закупиться на низах, а теперь цена находится где-то там наверху». Я хочу сказать, что это будет не «тебе так сильно повезло». Это будет заслуженная награда за весь путь боли и страданий, пройденным каждым из нас. Терпеливым воздастся, и тем, кто смотрит это видео тоже. Это будут люди, преданные идеи и пережившие шторм. Поэтому поздравляю, если вы один из них. И мы уже почти у цели. А начнем из того, какие ценовые цели ставит Буллран перед XRP. Я уже рассматривал их в предыдущих видео, но у меня появилось множество новых подписчиков, поэтому будет не лишним показать им, чего я ожидаю от ценовых уровней. Также мы посмотрим в прошлое, и я покажу вам еще пару графиков, кроме XRP. Такие как Биткоин, Амазон и Эфириум, чтобы показать вам, что ценовые цели, которые я наметил, являются абсолютно реалистичными. Ну давайте нырнем в это с головой, вместо того, чтобы долго говорить об этом. Давайте просто нырнем в графики. Итак, вот наш медвежий рынок прямо здесь. Вот так сюрприз, да? Отличная работа, товарищ обзорщик! Ты смог это определить. Мои поздравления. Вот этот инструмент нам нужно всегда использовать для наших анализов. Итак, если вы наблюдали за моим каналом, то знаете, что я люблю использовать анализ по Фибоначчи. Да, мы уже миллион раз об этом говорили, но позвольте показать, почему это так важно в этом видео. Это поможет нам понять ценовые цели, на которые вам нужно ориентироваться. Еще один уровень вот здесь. Он называется разворот медвежьего рынка. Этот уровень находится на отметке, которая равняется 70% откату после падения. Я планирую небольшую часть XRP продавать именно здесь. Однако буду решать уже в то время, когда это произойдет, опираясь на происходящее событие на рынке. Однако давайте еще напомню вам, прежде чем мы перейдем к следующим ценовым уровням, где я, возможно, дам вам надежду и оптимизм. Я не финансовый советник. Это YouTube, это развлечение. У меня нет лицензии, чтобы раздавать инвестиционные советы. Вам нужно принимать свои собственные решения. И, возможно, это видео поможет вам провести свой собственный анализ, свое собственное исследование, чтобы принять собственное взвешенное решение. Но ни в коем случае не принимайте решения только на основе просмотра этого видео. Итак, с этим разобрались. Продолжаем. Когда у нас будут новые исторические пики в новом бычьем рынке, какими будут главные ценовые цели, за которыми мы будем следить? Главная цель, которую лично я выделяю в первую очередь, это уровень по Fibonacci 4.236. А это будет около 15 долларов за XRP. Если мы посмотрим, например, на Ethereum, то мы увидим, что этот уровень действительно уважается участниками рынка. Мы начинаем от вершины, отталкиваемся от низа медвежьего движения, а после этого вы можете четко наблюдать, что цена достигла уровня 4.236 по Fibonacci. Итак, это будет первое движение, которое я выделил. Давайте вернемся назад к XRP, чтобы я мог показать вам следующую ценовую цель, после чего я объясню, почему это важно. Давайте сдвинем этот уровень 0.236 на исторический пик так, чтобы нижний уровень Fibonacci лежал на низах медвежьего рынка. Это дает нам ориентир на диапазон цены от 55 до 65 долларов. Эта цифра может немного отличаться на разных биржах, поэтому давайте немного упростим, пусть это будет 55 долларов. Кстати, этот график построен на основе информации с различных бирж, поэтому можно сказать, что это средний курс со всех бирж. Например, во время крайнего бычьего рынка в Южной Корее курсы были значительно выше. Это тоже нужно принимать во внимание. На графике мы видим исторический пик в 3 доллара 80 центов, но, например, на Binance или Полыни эти пики были ниже. Ну да ладно, возвращаемся ко второй цели. Это будет диапазон от 55 до 65 долларов. Вы скажете, да ну, это безумие. Просто подумай, какой будет рыночная капитализация XRP, если его цена вырастет и до 55-65 долларов. Такое огромное движение, ну просто невозможно. Я с этим не соглашусь, потому что мы уже видели такие же огромные движения раньше. Вот вам пример прямо вот здесь. Мы достигли локальной вершины на уровне 0.236, откатились вниз, а затем коснулись максимума на уровне 4.236. Вы скажете, ну ладно, но сейчас-то все изменилось. Сейчас мы наблюдаем такой сильный откат вниз, что нет никаких шансов, что это сможет повториться. Ну что ж, это тоже заблуждение. Сейчас я вам покажу, какие у XRP были откаты. Например, тот, что сейчас, 94,6%. В крайнем медвежьем рынке откат составил 95,4%. И затем цена резко выросла. Скажите мне, разве безумием будет предположение, что это снова может повториться? Я так не думаю. Наоборот, я думаю, что это абсолютно приемлемо. Например, посмотрите на график Амазона. Это просто обычные акции. Вот, бычий рынок в 1999 году. А дальше был откат. Насколько же он был большим? Амазон потерял тогда 95% своей стоимости. Эта цифра вам ничего не напоминает? 94, 95. А что потом сделал Амазон? Посмотрите на это. Вот это падение здесь. Посмотрите, куда он вырос вообще. Поэтому я не считаю нереалистичным думать, что это произойдет и здесь. Я думаю, что это очень вероятный сценарий, который может произойти. Но мы возвращаемся к этой цели и спрашиваем себя. Если мы думаем, что это возможно, если это то, что произойдет, зачем нам даже думать о фиксации прибыли и продажах вот здесь на уровне 15 долларов? Все дело в волнах Эллиота. Я не берусь утверждать наверняка, но думаю, что все-таки стоит принять во внимание вероятность этих событий. Итак, вот наши волны. Первая волна, вторая, третья, четвертая, пятая. Обычно, если речь идет о пятой волне, цена уходит на уровень 4.236 по Фибоначчи. И вы можете увидеть подтверждение этому на графике эфира. Эфириум продемонстрировал такой же сценарий, о котором мы говорили. Начиная от вершины на 0.236 цена достигла уровня 4.236 здесь. Далее эфириум повторил это, и цена даже выскочила еще выше. Но затем, на финальной пятой волне, вот первая, вторая, третья, четвертая, пятая, и на пятой волне цена опять двигалась конкретно к уровню 4.236 по Фибоначчи. И это то же самое, что будет в ситуации, когда XRP будет торговаться приблизительно за 15 долларов. То есть это будет вот этот ценовой уровень, за которым я буду внимательно следить. Зона около 15 долларов. А затем, если XRP снова повторит крайнее движение, мы будем нацелены на 55 долларов вот здесь. После чего будет самое огромное событие, о котором я даже снимал отдельное видео. Оно, кстати говоря, самое просматриваемое на моем канале. В нем я рассказывал о цене за XRP 589 долларов. Это вполне реальный курс, если мы смотрим на предыдущие фракталы. Итак, если мы учитываем этот уровень 4.236 по Фибоначчи, очевидно, что некоторые булраны зажигают цены даже выше него. Как вот здесь, например, когда цена выросла на 780%. Итак, что же произойдет, если это снова повторится? Вы видите эту цифру у правого края вашего экрана. 589. Итак, это третья ценовая цель. И технический анализ показывает, что все три цели возможны. Это главные цели, которые я себе поставил. Однако я все еще думаю, что у нас есть шансы увидеть курс на уровне 15-15,5 центов. Возможно и нет. Я кипячусь в этом чайнике достаточно долго, и все, кто в этом деле находятся годами, знают, что поймать дно очень сложно. Очень-очень сложно. Намного проще поймать вершину, потому что вершины вы хотя бы можете измерять сеткой Фибоначчи. Но измерять сторону понижения значительно труднее. Поэтому я использую стратегию накопления. Просто накапливаю и накапливаю. Потому что найти дно на этом рынке очень сложно. Очень много людей смотрит на прошлое и пытается понять, где будет дно сейчас. Именно поэтому так много людей и теряют деньги. Потому что если вы накладываете прошлое, даже эти ценовые уровни такие разные. И смотря на эти фигуры, вы не сможете прийти к очевидному выводу, мол, ах вот почему здесь было дно. Это имеет какой-то смысл, поэтому я использую эту стратегию в настоящем, чтобы вычислить сегодняшнее дно. Я думаю, единственное, что вы сможете подчеркнуть из прошлого по падениям, это то же, что произошло и с биткоином. Сейчас переключусь на рыночную капитализацию биткоина и поясню. Если вы посмотрите на капитализацию биткоина, вы можете увидеть, что у него было падение вниз в 2014 году, около 83%. А затем в 2018 также падение на 83% по рыночной капитализации. Давайте используем такую же методологию для Ripple XRP. Здесь у нас 95,4% падения. Если мы перенесем размер этого падения на актуальную картину, то увидим, что XRP еще может падать до 15-16 центов. Так что для этого движения вниз все еще есть место. Это и будет финальным движением XRP. Я не знаю точно, да и никто точно не скажет, но, как я и говорил, дно реально тяжело вычислить. Намного проще выяснить точки, когда нужно выходить из рынка. Фактически это все, что я хотел вам показать, ребята. Давайте еще раз повторим. Вы смотрите на уровне Fibonacci. Берем первую цель на уровне 4.236. Вторую цель вот здесь, это 55-65 долларов на уровне, опять же, 4.236. И, наконец, когда мы отмеряем от предыдущих фракталов, получаем третью цель 589 долларов. Итак, могу ли я сказать, что я пропущу две первые цели, потому что нацелен на самую высокую? Да ни в коем случае. Я лично собираюсь фиксироваться немного здесь, большую часть вот здесь, а затем оставлю, обязательно оставлю немного для самой высокой цели. Это будет то, что меняет жизнь. Это будет просто великолепно. Это будет сказочно. Я не скажу, что это катастрофически поменяет мою жизнь, но сделает ее намного более комфортной, уж точно. Это будет абсолютно жизнеменяющим фактором для многих. Конечно, кто знает, как оно будет. Об этом даже фантазировать сложно, потому что нужно держать свою реальность и ожидания под контролем. Потому что если вы не фиксируете первую цель и ждете вторую, а затем не фиксируете вторую и ждете третью, то, скорее всего, вы закончите снова продажами после больших падений. О мой бог. У меня есть собственный план по выходу из рынка XRP. Тут, здесь еще больше, ну и здесь то, что останется. Итак, повторяю, мои цели 15 долларов, 55 долларов, и, скажем, 555. Короче, много пятерок. Что ж, ребята, давайте будем закругляться. Видео получилось длинным, и я уже устал его переозвучивать во второй раз, потому что первый раз почему-то не получилось. Поэтому, пожалуйста, тыкните на эту кнопку лайка, для вас это не сложно, а мне приятно. Если вы еще не подписаны на мой канал, пожалуйста, подпишитесь и нажмите колокольчик, чтобы не пропускать новые видео, а то YouTube любит не присылать уведомления. И, как всегда, это не финансовый совет, а я не финансовый аналитик. Меня зовут Богатейший Ди, подписывайтесь на канал, делитесь видео с друзьями, комментируйте, и обязательно богатейте. До скорого. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова